Продолжение следует... Или услышать голос шофар, наверняка он знает, что это означает, и, возможно, даже заходит в синагогу. Рошана, Йом-Кипур, здесь в наших краях Синха-Тура стал такой очень символический день. Песах, может быть, и все, то есть даже люди, которые ничего не соблюдают, все равно знают о Роша-Шана. И мы долго говорили, насколько это большая ошибка называть Роша-Шана Новый год или еврейский Новый год. Потому что это не Новый год, это не еврейский в том числе, а это голова года. Это голова года для всего человечества. Но не это наша тема сегодня. Мы говорили очень много и готовились к празднику во всех разных нюансах, которые можно к ним готовиться. И в предыдущие годы есть занятия, есть записи, которые можно их открыть. И сегодня меня спросили, сегодня меня спросили конкретно говорить о один из главных инструментов, которые мы используем в празднике Роша-Шана. Здесь на столе у нас шофар. Друзья, которые дома это не видят, но те, кто будет видеть запись у ока, они это видят. Те, кто здесь в зале тоже это видят. Шофар. Есть разные размеры. Они на самом деле из того же самого животного, только маленькое или большое. Есть разные традиции, с которыми мы поговорим, что это вообще шофар, для чего и откуда оно. И какие-то детали, которые наверняка для, хотя некоторые из нас, они интересны. И в итоге, после, как сказать, какой-то общий обзор этого невероятного инструмента, может быть, даже подудим вместе, тоже поговорим, как мы это используем в Роша-Шана и почему до сих пор, до сегодняшнего дня мы используем инструмент, который кажется, что он очень, как мягко сказать, исторический, этнический. Чтобы не сказать преисторический. То есть, как-то, ну, прошло время. Сегодня даже скрипка электрическая. Только не скажите Зиме, что я это сказал, потому что она как скрипач. Она с этим будет не согласна. То есть, дерево это дерево, есть все остальное. Но, anyway. Да, здесь кивают в голове. Да нет, ты тоже на скрипке играешь? Да? О, вот, пожалуйста. Окей, значит, мы сегодня все равно не рассказать. Почему мы используем этот инструмент? Об этом все мы поговорим сегодня. Исторически этот инструмент, это не только еврейский инструмент. В истории это использовали, например, для того, чтобы что-то объявить. Для того, чтобы, перед тем, как ты идешь на войну, если это включить, как сказать, зажечь своих солдат, если это, где так много шума, чтобы противники твои боялись. Боялись. Да, это один из этих инструментов. Также, когда, например, ты нанимаешь себе царь, король, то есть, он во время помазывания, царя или короля тоже делали такой турет, да, вот это все услышать и делать. А также для музыки, в том числе, как некий музыкальный инструмент. Кстати, если вы играете на турбе, скорее всего, вам будет легко, относительно, играть тоже на шофар. Игра на турбе, она фактически очень напоминает, по технике, с губами и так далее, играть, как играть на шофар. То есть, ты не просто дуешь, ты не просто делаешь, ты должен закрыть губы, надо, это так выходит, то есть, так надо делать, дать очень маленький упол воздуха и так далее. Домашнее задание, купите шофар и пополните. Но это и есть шофар. И то, что интересно, что в Торе мы действительно встречаем шофар, мы встречаем этот инструмент довольно часто. Очень много совместно с трубой, то есть, Тора тоже говорит о трубе, из серебра, серебряная труба, хатсоцра и шофар, используются оба для разных вещей, например, для того, чтобы собрать народы, для того, чтобы что-то объявить, а также во время работы в храме, в том числе Роша Шана. Потому что праздник Роша Шана это такой очень уникальный праздник, мы это сказали в последние несколько занятий, в том, что если другие праздники в Торе, и Тора говорит нам, что мы празднуем, что мы отмечаем, почему мы это отмечаем, Роша Шана это не написано. Только что есть такой день, и в нем надо трубить шофар. Но не почему и зачем, и так далее, но это уже мы обсуждали в прошлом уроке Роша Шана. Теперь, как мы понимаем, что это день, это действительно заповеди стола. Заповеди стола. Другие моменты, которые в них были использованы, шофар, это уже не связано с заповедью, это связано с «main day life», так сказать, то, что надо, то, что надо для жизни, мы это используем. И действительно, этот шофар, как мы видим, это, что это? Торог. Торог от животного. И можно почти из любого животного сделать шофар. Но идея такова, чтобы шофар был кошерный, во-первых, это правильно взять от кошерного животного, от кошерного животного. И не только кошерного животного, но кошерного животного, которое я знаю, что не было посвящено какому-то идолу поклонству или какому-то язычеству и так далее. Лучше, большинство мнений, лучше, что надо взять, это именно баран, старший баран. Вот, например, вот этот шофар, видите, вот это уже, это уже большой, от большого барана. И если вы заметите, он очень сильно обработан. То есть, этот час более или менее, как было, но здесь, когда греют, они делают его более прямой. Так легче его обрабатывать изнутри. Когда надо все, внутреннюю эту кость, мозговую кость, вытащить, прочистить. и также сделать более, более удобный вот это место узкое, откуда, откуда надо трубыть, для того, чтобы легко тот, кто будет играть на шофар, как и в музыке, да, то есть, это важно. Есть, есть люди, которые считали, или родители, которые считали, что так лучше вообще не работать и оставляют его почти необработанный. но играть на такой шофар очень сложно, это уже совсем другая техника, да, то есть, но большинство обрабатывают хоть как-то. Есть, есть некоторые ашканцы, которые совсем обрабатывают шофар, то есть, сделают его абсолютно гладкий, а есть, которые ставят вот так, насколько можно, как оригинал. И шофар, он должен быть целый, то есть, если он сломан, у него дырка, он трещина, который идет в внутренний его слой, шофар уже не кашарный, для роши шана. То есть, ты как музыкант, пожалуйста, если тебе не мешает его голос, можно это использовать, конечно. То, что интересно, что из кашарных животных, например, говорят, все равно, например, от коровы лучше не взять, от быка. Во-первых, потому что их рог, он целостный. Это не как такие рога, которые внутри все мягко, это чистишь, можно это очищать, а у них это все одно целое, целая кость, это раз. А во-вторых, потому что у нас был такой маленький грех, называется грех золотого тельца, и с тех пор корова является неким символом этого греха, мы хотим напомнить о наших ошибках в день суда, роша шана считается, считается, день суда. Мы не хотим об этом напомнить. так же мы сказали, надо кошерное животное, но, например, у меня нет кошерного животного. Единственный рог, который у меня есть, это рог носорога. Кстати, носорог не кошерный живот. Могу ли я дуть шофар из рога носорога? Будет ли это окей или нет? Изначально нет, де-факто, ничего другого не было. Да. Это все равно услышал голос шофара. То есть мы понимаем, что в голос, то есть изначально дай разные правила, и что лучше, и так далее. Но bottom line, де-факто, как сказать, не де-юро, а де-факто, важнее услышать голоса. Верно, ты не скажешь благословение на эту заповедь. Ты не говоришь благословение на шофар, который как будто не кошерный. Но то, что ты услышал эти голоса, считается тебе, что ты сделал то, что Тора тебя спасет. То есть еще раз, мы понимаем, что эти заповеди, эти митцвод, которые Тора нам дает, это не просто так. Есть духовный смысл во всем этим. Почему такой урок? Почему такие голоса? Из-за этого, даже если что-то не получается, все равно главный смысл я не хочу потерять. как мы скоро увидим. Что еще я могу сказать о шофарах? Так как мы сказали, шофар мы используем, чтобы объединить людей или готовка к войне, выход на войну. И если мы хотим как-то пробудить людей, вот пришли на молитву, потому что засуха, или сейчас будет какая-то болезнь, или что-нибудь еще, хотим пробудить сердца для того, чтобы на раскаяние, по крайней мере, тоже используется обычно голос шофара, говорят, что напоминает плач ребенка, что это побудило нас изнутри, чтобы, ну, как-то что-то сломать в нашем эгоизме, в наших, где-то, отрицательных мыслей, желания и так далее. И также, например, в древних временах не было часы, как у всех сегодня, так, или там, по телефону. А как я знаю, когда будет шаббат? Шаббат, день отдыха, день, который мы не работаем, как люди, которые работают в саду или где-то в полях, как они, не знаю, вернутся в город, так определенное время до шаббата выходили и несколько раз турбили в шофар. Это был тоже знак, ребята, скоро шаббат. Давайте. Погнали обратно домой, готовиться к шаббе. Так что, действительно, мы видим очень много об этом. Но сегодня, в наше время, в основном, в основном, мы это видим как приготовление к рошашана. Весь месяц целлюл мы делаем, мы используем голос шофар. Но мы не обязаны, как в рошашана. Рошашана – это мастер. В рошашана я использую шофар, это то, что мы, как будто, я иду сейчас в суд со своими доказаниями, что я прав. То есть, если ты с ними не придешь, со свидетелями, которые их будут слышать и докажут, что ты невиновен и народ, что ты прав, шофар, а зачем тогда ты держишь в суд? То есть, рошашана – это обязательно использовать шофар. Очень-очень важно. Единственный случай, когда мы не используем шофар в рошашана, это когда первый день рошашана совпадает в шаббат. Тогда мудрецы решили, должны были использовать. Когда храм стоял в Иерусалим, использовали шофар в шаббат тоже. Но после разрушения храма, из разных причин, решили, шофар в шаббат не будем использовать. Да, и потом уже мудрецы сказали, действительно, шаббат достаточно сильна, чтобы нам помочь и защищать. Но это единственное, почему не использовать шофар. И дальше мы используем шофар в дни между рошашана и Йом-Кипур, в этом промежутке обычно, в молитве, в слихот, и в завершении Йом-Кипур, в Йом-Кипур сам не трогаем шофар, как и в субботу, как и в шаббат. Но в завершении Йом-Кипур мы еще раз трудим шофар. Это обычно, как мы используем. Потом кто-то вошанараба использует шофар. Если придете в Иерусалим, например, на западной стены, тоже много раз увидишь кто-то трубит и так далее, это чисто для того, чтобы, как сказать, пробудить себя на... сломать вот это камень сердца, которое есть в нас, пробудить в нас покаяние, раскаяние, чува. Это главное, что мы хотим делать шофар. Теперь голос шофар де-факто да, если ты трубач, ты можешь делать его выше или ниже в октаве и так далее. Можно поиграться. Считается, что тем он тонче, тем считается лучше как будто. Но когда мы говорим, что есть разные голоса шофар, мы имеем в виду, что в символике голос шофар есть три символики. Есть текия. Текия это трубление, одно трубление. Ашкеназии делают это корот, короче, сефарды делают это даже 6 секунд держат и трубят. Знаете, которые приходят к нам, вы видите, что это дело обычно длиннее, чем в обычных ашкеназских синагогах. Что я могу делать? Я вырос среди сефарда. Но так это делается. Иногда есть то, что называется ткиакдула, то есть большое трубление периодически. Она и так далее просто длиннее, держится длиннее, как сказать, обычно в синагоге ищут человека, который хорошо трубит, умеет это делать, что легкие такие, что губы такие, ну и так далее. Второй символик называется шварин, сломый. Это вот этот длинный голос, который разделяется на три. Но в одно дыхание. Разделение. Дальше есть то, что называется труа, теруа. Сефарди, например, будут смотреть, что будет девять таких маленьких голосков, потому что если один голос разделили на три, в эти три вшварим, разделили каждый из них на три, в итоге не меньше, чем девять. Есть труа, гдолла, 28 голосов такие маленькие там. Это труа. Шефарди, кстати, делают не так. У них выходит вот так вот выходит. Они по-другому делают, они с языком так проводят. Я пока еще не научился это делать, но если вы вдруг попали в сефарскую синагогу, вы знаете, что у них труа, что другая. И это три главные голоса или символики в голос шефара. Кстати, тем больше шефари, скорее всего, легче в нем трубить. Когда он меньше, всегда сложнее. Йеменцы, например, используют рог-коду. Это такой тип антилоп. Такие рога очень длинные, такая красивая, красивая рог. Были синагоги, где я проводил в Америке, в Израиле, в Москве, где я как раз это убил на такой шуфар. Это другое ощущение, конечно, но такое тоже есть. И все эти голоса, в общем и в целом, что у нас в голове перед тем, как мы заходим в детали Роша Шана. В первую очередь, если мы сказали, что трубили шуфар в истории, когда был процесс помазывания царя, в Роша Шана, в глава года, мы принимаем на себя вновь Всевышний, как царь и бог. Мы принимаем это еще раз. Тем этим, то есть мы используем шуфара, чтобы показать, что это как будто коронация или помазывание от короля. Только не король, там, не знаю, там, Вася, Петя, там, не знаю, Александр, а все вышли. Еще один момент. Мы турбим шуфар, потому что мы хотим помнить о момент у горы Синай. Что произошло в горе Синай? Кто помнит? Главное, что было у горы Синай? Здорование Торы. Здорование Торы, да, получили скрижалы и так далее. Да, сел скрижали, снова получил. Но главное, главное, что произошло, это на самом деле раскрытие присутствия Всевышнего среди нас. Что ни один пророк говорит тебе, послушай, Бог со мной поговорил, поверь мне. А весь народ, по мнению, там это было полтора миллиона или три миллиона человек, несут дело сейчас. весь народ говорит, ребята, я видел и слышал. Здесь уже не заходит, я поверен и поверен. Из-за этого, когда спрашивают еврея, веришь ли ты в Бога или нет, вопрос нерелевантный. Скажи, что хочешь, почему, почему нерелевантный вопрос, потому что ты его слышал, он с тобой говорил. Из-за того, что он с тобой говорил, хочешь, веришь, не веришь, но факт был такой, жалко. Из-за этого вопрос отпадает, он нерелевантный. Он просто нерелевантный вопрос. И из-за этого мы хотим помнить гора Синай, потому что как раз на горе Синай были голоса, как голос Шофара. И действительно написано, и весь народ видит голоса, в том числе голоса Шофара. То есть, я хочу вернуться туда в тот момент, в тот партикулярный момент, который Всевышний дает Тору именно народу Израиля. Не потому что только это Тору только для народа Израиля. Нет. Просто если что-то дается для всех, значит, никто его не принял. Надо хоть, чтобы кто-то один что-то принял, использовал, и тогда уже можно распространять дальше. Сколько есть вещей, они бесплатные и открытый доступ в интернете, но никто не использует. Никто не использует. Потому что они для всех. Ты сделал что-то и дал это партикулярно кому-то, чему-то и так далее, и оттуда уже распространяли. Помните Gmail? Помните, как только начался? Что мы были готовы делать все, что угодно, чтобы нам дали доступ, чтобы нам дали invitation, чтобы дали нам приглашение открыть, потому что, чтобы открыть Gmail, вначале надо было приглашение. Вы это помните? И вы тогда не играли с ними компьютером. Были приглашения, то есть друг, у кого уже есть доступ, должен тебя пригласить для того, чтобы открыл Gmail. Ну так создается дефицит. В том числе, да, игра рынка можно так и назвать, но так и есть история. Из-за этого имя то, что турально-практикулярно было дано, у нас есть доказание, что оно настоящее. Потому что были там конкретные люди, конкретный народ, и все видят одно и слышат одно, то, что на самом деле противоречит логику человека, потому что в логике человека гораздо легче верить в пантеон богов. Потому что так иерархия и у нас, и у животных работает. Никто не идет к президенту. Ты начинаешь, какие-то чиновники, помощники, то есть есть иерархия. Из-за этого нелогично пантеон богов где есть иерархия. Дух Всевышний, это Всевышний, он и трансцендантный, и эманентный. И как ты с этим работаешь? Это не легкое, это не легкое понимание. И все равно народ говорит, так и было. Как сложно найти два свидетеля, которые были свидетели одному случая, которые описывают это случай то же самое. А здесь ты говоришь не два, а полтора или три миллиона человек. за счет этого универсальность того можно потом распространять везде. Теперь так шофар, как мы говорим, голос шофара возвращать нас помнить момент который был на горе Синай в момент арбайта. Так же, как мы уже сказали, шофар пробудит наше сердце к тешува, возвращения ко всевышнему. А тешува, у нас есть отдельные уроки, если вы не точно знаете, что это тешува, что означает покрайне-раскрайне в иудаизме, потому что оно отличается от того, что вы видите в фильмах. Потому что раскрайне и покрайне который послушайте, вот я грешил, вот почитайте такие псалмы, все будет хорошо, и вышел из здания, человек продолжает вести себя то же самое, не работай. Не работай. Мы говорим о настоящем раскрайне и покрайне, то есть меняешь себя. И об этом у нас были отдельные уроки, мы будем их потом послушать. Но так же пробудить. Да, это звучит как ребенок, который плачет. Это идея шофара. Еще один момент. Это так же считался как символ для вот-вот сейчас искупление, сейчас спасение подойдет. Говорят, что как мы будем знать, что Машех пришел. Будем слышать голоса шофара. Есть такая очень известная история, хасидская история, что какой-то шум, тараран на улице и там голоса шофара и кто-то из студентов говорит учитель говорит может быть это Машех пришел? Учитель так поднимает голову смотрит, открывает окно, так почувствовал запах, закрывает окно, нет, не пришел. Ученики так смотрят. Зачем весь это шоу, да, то есть что здесь происходит? Ну, послушайте, здесь у меня Машех у меня дом уже давным-давно пришел, надо было проверить, что на улице происходит. да, то есть, что Машех это, конечно, внутреннее состояние, но Машех то, что тоже насучит, конечно, мы говорим о государе, о праведной и правильной государе для народа израиля, который потом также управляет добро во весь мир. Да, это не просто что-то такое мистическое, это реально для Рамбам это король или царь, но даже для тех нудрецов, которые считают, что не монархия правильная, а не знаю, республика и так далее, и все равно Машех это лидер, который не только духовный лидер, он именно в первую очередь государственный или народный лидер. Окей. Еще один момент, еще один момент, это память завязывания Ицхака. Кто знает, что это? Какой Ицхак и кто его завязал? Это Брайан, Вседышний, где принести участок в Союзове, Ицхак. Очень хорошо. Абрам Патриарх, его жена, Сара, дети у них нет. Они уже не молодые. Что за не молодые? Для то время, что были дети в такой возраст, точно нет, но и в наше время нет. Например, мама моего дедушки, она его родила, ей было 50 лет. Он шестой ребенок, она так в 50 лет пришла к врачу, сказала, что спина болит, он сказал, что женщина, вы беременны? Но это исключение, которое показывает на то, что обычно в 50 лет женщина не рожает, без какой-то манипуляции. Там Сара, Авраам, мы говорим о возрасте великий, нету дети, нету дети. о, Всевышний обещает, глава Вайра, книга Бутия, книга Балашит, рождается Ицхак, радость, счастье, обещание Всевышнего. Спустя некоторое время, кто-то скажет, 37 лет спустя, это Раши, или Бенезр говорит, что нет, было всего несколько лет после рождения, то есть Ицхак уже не 37, он мальчик, 7 лет или что-то такое, Всевышний говорит, Аврааму, послушай, возьми своего сына и принеси мне его в жертвое приношение. Авраам не рассказал жене, говорит, сына, Всевышний говорит, но это сделай там-то и там-то, то есть не говорит, где. Он говорит, пойди, ты найдешь, ты узнаешь, где надо это делать. De facto это Грамурия, де facto это это Иерусалим, Всевышний это не говорит напрямую Аврааму. Авраам уже завязывает Ицхак, Ицхак понимает, что происходит, Ицхак готов дать свою жизнь, Авраам поднимает ноль, ангел приходит, Авраам, Авраам, стоп, становись. Это было испытание, ты молодец, вот баран, этого барана в жертвоприношении, а то, что же сделал с Ицхаком, и вы оба были готовы, Авраам был готов своего единственного сына, Ицхак готов свою жизнь дать, эта заслуга будет вам стоять для вас и для всех поколений после вас. С тех пор мы говорим, что почему мы используем рог, самый лучший рог это именно баран, айль на иврите, кевес или айль, почему, потому что как тот баран, тот айль, который подменил Ицхака, после того, что Ицхак и его отец Авраам были готовы сделать этот невероятно сложный поступок, мы используем как будто рог того барана, чтобы напомнить о том, что там было, чтобы милосердие, благословение и заслуга Авраама и Ицхака стояли для нас на защиту, где на Роша Шана. Это тоже почему используем шофар в Роша Шана и лучше, если это было айль, то есть кевес, это баран. Есть красивая мысль, она уже начинает доходить к более-таки каббалистическим объяснениям, почему шофар выглядит, как он выглядит, например, здесь очень узко и здесь широко, ты должен очень трудиться на пол, воздух толкать и ты его не слышаешь, нету звука, а он расширяется и вдруг есть звук. В языке каббала это называется подслащение суда. метукадемин, подслащение суда. На этом фоне это идея, почему подслащение суда, потому что вот что-то давление, это как сильное давление, которое ты берешь, кол, как на русском, ты берешь, для того, чтобы сделать бриллиант, ты берешь и с сильным давлением ты получаешь алмаз из кол, алмаз, из чего, то есть сильное давление, на что, как на русском, друзья, которые дома помогут, водой иногда гранят. Кристалл агранят. Бриллиант, то есть ты берешь алмаз, а границ получаешь бриллиант. Нет, 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 от чего алмаз был сделан? Из углерода. Из углерода, из пристала. Да? Углерод. Как, кол, как кол, то, что копается в земле. Уголь. Уголь, да? Ты берешь уголь. И если достаточно будешь его прессовать, давить, ты получишь алмаз? То есть надо его давить. Но это то, что мы делаем, мы давим сильно, и мы получаем голос. Этот процесс называется подслащение судов. То есть кажется, что это давление, оно плохое, оно ужасное, но на самом деле оно тебя меняет в лучшую сторону. Ты получаешь алмаз. Алмаз там всегда был в потенциале. Надо было его раскрыть. этот голос всегда был в потенциале. Надо его раскрыть через давление. Через давление. Эта идея кобыла из этого говорит, что когда мы тоже делаем голос шофар, почему тоже мужчина именно это делает, потому что у мужчины тоже борода, борода тоже в форме шофара. если вы заметили, здесь узко идет и становится широко. И та идея, что щеки надуваются, становятся красными, это давление, это красно, вот этот суд, я просто беру то, что я называю суд, я его подслащаю. Чтобы дать пример. Кого-то осудили, и теперь вердикт, что надо на него, чтобы упал камень из 5 килограммов. Это может быть смертельно. Что-то смягчат судьи, придет человек, который любит его, говорит, послушай, надо бросать, мы не можем отменить, но что мы можем сделать, можем взять этот камень, рассыпать его в песок, эти 5 килограмм песка кинься на человеком, неприятно, может быть царапины, потом что-то еще, надо мыться, но это не смертельно. Подслачение суда понятно? Это сила, которую шофер нам дает в Роша Шана. Потому что когда мы говорим о Роша Шан, говорим о День Суд, который Всевышний сейчас стоит и смотрит на весь мир вперед. Что мы сделали в прошлый год? Какие ситуации мы пропустили, а где были успешны? Как хороший инвестор, он в нас инвестиру в прошлый год. Была выгодна инвестиция во мне или нет? Это тот вопрос, который должен себя была выгодна в следующий год. Это мысли, которые я хочу держаться в Роша Шана. То есть я не осуждаю себя. Достаточно мы это делаем. Мы смотрим на будущее. Из-за этого месяц итоги. В нем мы работаем. В Роша Шана мы в этом больше не думаем. В Роша Шана как я могу лучше для себя для того, чтобы было выгодно во мне вложиться? А если должен этот камень на меня упасть? Я хочу его смягчить. Я хочу его чтобы он был осыпчатым образом. Из-за этого один из главных инструментов для этого это Шафа. А также говорят, что голос Шафа помогает нам, потому что так долго молиться и так далее. Как с вами держать фокус? Человек дурные мысли зайти, какие-то там так, так, а тот сказал, тот мне не улыбнулся, здесь мне взяли, мне холодно, мне жарко, завтра работа, вчера так. Шафа также помогает почистить мозги. Это голос, ребят, который поставит возвышать себе фокус, не даете потерять в своих мыслях, тоже очистить ненужные мысли во время молитра. Так вот, на основе идеи, которую находим в Кабале, которую находим у Ария Кадош, Рабин Ахман из Бресла говорит в книге Ликутэму Алан, что это очень красивая идея. В Псалме 118-й Псалм, 5-й абзац, написано так. Мин хаме цар карат я. Из узкости или из места беды я позвал Всевышнего. Я моллюсков все вышли. Анами бамер хавья ответил мне в ширине или то, что было узко, вдруг становится широкой в руке с места. Знаете, как в фильмах вот эти ловушки, которые начинают двигаться стенки на тебя и закрываются, 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 и вот-вот они могут тебя сейчас хлопнуть, да? Раздавить. И оттуда ты кричишь ко Всевышнему, как символика еще раз или как образно для нашей сложности. И оттуда я кричу и Всевышний раскрывает обратно, дает нам место для наших ошибок, дает нам место и время измениться, трансформироваться, взять ответственность не все сразу, то есть, чтобы могли разобраться с тем, что происходит и выйти из этой ямы, из этой сложности в успех, в радость, в вершину. Так об этом говорит Раббин Нахон из Борисов следующее. Человек, когда он дует в шофра, он дует из узкого места, мейцау, мина мейцау, когда я из узкого места, которого мы зовем Всевышний, я зову Всевышний, молюсь к Всевышний, из узкого места, буквально, то есть, то, что царь Давид пишет в общем и в целом, здесь у меня буквально из узкого места я зову Всевышний. Верно? И дальше голос выходит из широкого места, потому что из широкого места Всевышний мне ответит. Я это делаю, то, что это символизирует, на самом деле, это символизирует то, что я готов работать над собой, я готов трансформировать и менять себя, свои изъяны, свои слабости. Как? Не важно, что у меня большие изъяны и косяки, или маленькие, большие. И кто взял ответственность над собой? Я работаю над этим целый месяц. Тебе уже мудрецы сказали, не наша ответственность исправить мир, потому что в трактат, а вот, в Мишне написано, не твоя ответственность менять мир. И ты его не поминяешь, ты его не спасешь. Шарик говорит, я поминяю, или давай будем сейчас спасти мир. Аккуратно с такими людьми. Рава Шлаг, их называет, метакне олама медумин, фальшивы исправители мира. Это дели, в имя, в том числе, коммунизм, марксизм, или, нацизм, или, фальшива, исправляй мир! Ложь. Это ложь. Это ложь. Что я да могу делать? В это ходит Батармин, продолжает Мишна говорить, то, что в моих руках надо делать. И в простые слова, как мой любимый писатель Джордан Питерсон пишет, перед тем, как ты идешь менять мир, как сказать, веди порядок у себя дома, в своей комнате. Но это что мы делаем? И это то, что Шафар нам помогает делать. То есть, мы пришли сюда вести порядок в себе, в своих мыслях, в своих желаниях, и с этой силой, с этим вдохновением, с этим новым я, который Роша Шана мне дает с помощью Шафар, теперь я готов. Из этого голоса Шафар, он важен именно во время Дены Роша Шана. Это может быть утром или днем. Сейчас Курона, так мы не можем все вместе приходить во всех синагог, наверняка там по два, по три, по четыре раза в день будут делать Шафар. Делайте это усилие, пойти услышать Шафар. Хотя Шафар, лучше если это сделать в молитве, потому что Шафар, утром, когда ты делаешь молитву, Роша Шана, ты делаешь перед молитвой Муса, то есть мы читаем Свит Актовый, потом делаем 30 голоса Шафар, что значит 30 голоса Шафар, мы делаем Ткия, помните? Потом у нас Шварим, Труа, иногда каждый из них идет отдельно, иногда они вместе. Это Шварим, Труа, они иногда вместе, а иногда только Шварим, не только Труа, и после них еще одна Ткия. Окей? Так мы делаем, то что мы сейчас делаем, это четыре голоса, потому что Ткия, Шварим, Труа, Ткия. Это как сэндвич такой, представьте сэндвич, да? Ткия всегда в начале и в конце, а в середине начинка она разная, который как раз она пробудит и помочь нам с момента суда. И потом, после этих 30 голосов мы еще раз делаем, еще 60 голосов во время молитвы Муса, в индивидуальной молитве, потом в ее повтор. И после Муса еще голоса, то есть всего 100 голоса делается, не все это делают, но это то, что принято. Обычно, когда уже делают повтор днем, делают вот этот минимальный, то что обязаны и с точки зрения Товой, для того, чтобы не были никакие вопросы, хотя 30 голосов. Но из этого, если можно утром прийти, это делайте, если это в безопасности, конечно. Если нет, хотя эти 30 голосов услышатся в оба дня. Почему два дня? Мы уже как-то обсуждали, почему в Израиле много праздников, это один день, а в Диаспору это два дня. Мы говорили об этом. Это не только из-за календаря. Есть гениальное объяснение о Ары, как Лурия Ашкенази, возвращайтесь к нашим урокам и праздникам, и вы это услышите. Но что я хочу сказать по поводу Роша Шана? Роша Шана это такой важный процесс, мне сказать, это для весь мир, потому что Роша Шана сегодня, кстати, 25 дня Илюль, по мнению Раби Элиеза, это день сотворения мира. Сегодня это первый день из 7 дней творения мира. Шестой день творения мира, значит, будет первый день Роша Шана. То есть Роша Шана это день рождения человечества, как мы его знаем. Адам и Евы, Адам и Евы не были евреи, не были какая-то национальность или какая-то религия. То есть, как мы сказали, Роша надо всех. Но такой важный процесс, такой суд, ты не можешь его за один день сделать. Из этого говорят, первый день, то, что называется суровый суд. Жизнь или смерть? Если смерть какая, если жизнь какая. Но потом детали этой жизни, это уже второй день. Отношения, здоровье, деньги, это уже второй день. Можно прийти хотя на один, лучше на два. Теперь, что мы понимаем, функция каждая середина. Это наш, это наш шофар, это то, что Робинах, он из Бреслах говорит об этом. И, кстати, во время Османской империи, и потом под мандат британский, например, в Иерусалиме, у западной стены, запрещали использовать голос шофара. То есть, несмотря на то, что изначально, это не что-то еврейское, это стало сегодня чистым еврейским символом. Вот. Так что, это так, и к завершению, наканун Роша Шана мы не используем шофар. Что было отличие, потому что до сих пор мы делали готовиться к Роша Шана, но потом, что Роша Шана, что было что-то уникальное, из этого хотя один день, есть пробелы. И последнее, мы находимся в судебном процессе во время Роша Шана. Что это означает? Что есть категоры, есть санеговы, есть адвокаты, есть обвинители. Голос шофара, он в том числе создать хаос у обвинителей. Из этого мы это используем. То есть, очень много сильных символиков. О, еще одно, чтобы не забыть. Я думаю, даже это очень релевантно для нас сегодня, потому что сегодня в диаспорах, в наше место, не все умеют все молитвы, не во всех синагогах объявляют, в какой странице мы находимся, или не все вслух. Какая красота в шофарах? Это не слова, это голос. Это как, когда мама и папа маленький ребенок орет, и когда родители очень подключены к ребенку, они знают даже без слов, что ребенку надо. Это не как анекдот, когда мама зовет там сына, Яша, Яша, и он спрашивает, что мама, я голодный? Нет, тебе холодно. Не, не об этом идет речь. Но когда ребенок голодный, или когда у них что-то происходит, и он орет, и родители принимают без слов. Я так иду ко Всевышнему. Да, есть слова, я делаю свои усилия. Но в конце концов, в конце дня, как маленький ребенок, который плачет, так же я делаю этот голос шофара. Давайте сделаем еще один раз. Есть потом правила, как делать, что вверх, что вниз. Конечно, лучше держать правой рукой, лучше, чтобы была правая сторона рта. Но это не критичность, если кто-то не умеет. Как мы сказали, даже можно делать, в конце концов, играть на шофар, даже не с кошерной животной. Есть благословение, но все равно можно. Для этого... Эти четыре голоса, называется ТАШРАТ. ТАШРАТ, это аббреватура. ТА, ТКИА, Ш, ШВАРИМ, Р, ТРУА, ИТ, ТКИА, ТАШРАТ. Потом есть ТАШАТ, ТКИА, ШВАРИМ, ТКИА, есть ТАРАТ, ТКИА, ТРУА, ТКИА. ТОРАТ, 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 это делается, это, это, голоса, это обычно вот такие сеты делаются во время Роша Шана. Так что, в общем, в целом, это и есть наши шофары, это и есть как их использовали в истории, как сегодня их используют, почему мы используем их до сих пор. Действительно, это мощный инструмент для нас. Я помню, что в 60-е, 70-е годы любили говорить с раввины, что это вернуть нас тот исторический момент, которые в нем были чисты, просты. Без всей заморочки и так далее. То есть, раввины любили использовать тоже это как дополнительное какое-то объяснение, почему шофар ко всему, ко всему, что мы говорили до сих пор. Еще какие-то вещи о шофаре, да, именно он должен быть непрямой, как палка, например, об этом тоже объяснение разное и так далее. Так что мы не зашли во все, во все детали. Более-менее мы сделали как-то более поверхностно говорили о шофаре. Я надеюсь, что мы все вместе будем это правильно использовать. И сейчас у нас остались еще несколько дней перед Роша Шаном. И во время Роша Шана делается усилие прийти и услышать. Потому что использовать шофаре в эти два дня Роша Шана, вот сейчас, 2021 года, еврейский год, который завершается, это 5781-й и начинается Роша Шана 5782-й. Использовать и услышать шофар именно конкретно в эти даты абсолютно стоит из-за всего, что мы сказали. Вы слышали, что день после that's nice. Да, мы сказали, что это пробуждает на покаяние-раскаяние, но это уже не та работа, потому что процесс суда завершился. Пройти со своими документами, доказания, свидетелей два дня после того, что суд завершился, тебе не поможет. Надо вовремя. Ты хочешь деньги из банка, ты должен прийти, когда банк открыт. Если будешь каждый день, каждый раз приходить в выходных в банк, неважно, что там у тебя миллионы сидят, ты их просто не вытащишь. Но это не потому, что у тебя их нет, просто может, голову надо включить и понять. Выходные, банк закрыт, приходи, когда открыт, тебя ждут. Так сейчас банк открывается. Открывается на 48 часов. В этом году он начинается 6 вечером, 6 сентября вечером, и потом 7-го, 8-го. Давайте зайти именно в эту дату. Потом, кстати, мне не жалко делать шафар для других, но это уже не та функция. Уже не та функция. Прошу дай Бог всем нам Шанатова, Хатиматова, Ктиватова и Хатиматова, что мы были написаны в книге жизни. И также это писание наше в жизни книги было, зашло в печать, потом в Йом-Кипур и в реализацию через праздник Сукоч меня царят и Симхатова. Хак Самех. Хак Самех. Кстати, мы сказали, Хак Самех, да? Раф Шеки, мой учитель, все говорит. Вы еще здесь, ребята? Да. Роша Шанатова, не смотря на то, что это День Суда, самый главный элемент этого праздника это радость. То есть, из одной точки сказали говорят, что человек, который молился весь праздник Йом-Кипур и не плакал, это проблема. Но на самом деле самая важная эмоция это радость. Я должен радоваться. Я должен радоваться. И мне где-то читалось какой-то бенгальский поэт, я попробую на русском это сказать, наверняка будет звучать ужасно, я извиняюсь, заранее. Я пишу произведение на еврите, не на русском, а тем более еще перевести это. Он говорит так, он написывает так, я держу в руках струна скрипки, струна свободная двигаться в моих руках во всех сторон. Но она не свободна дать звук и играть музыку. Я укрепил струну в своей скрипке. Теперь эта струна не свободна двигаться куда хочет, но зато она свободна играть музыку. Я должен быть рад, потому что это и слушаешь она. Я принимаю Всевышнего. Я понимаю, что есть план, я понимаю, что есть большая картина, но теперь я свободен быть я, играть музыку. Потому что из этого эта радость, я понимаю, что это самое настоящее возможно быть свободным. К сожалению, много раз мы думаем, что свобода это какая-то анархия делать все, что хочу. Короткосрочно это свобода, но долгосрочно это самое ужасное состояние грузника. Потому что если я ем что хочу, пью что хочу, веду себя как хочу, моя жизнь будет хаос, будет джунгель. Ярко, но очень коротко человек будет жить. Я понимаю, я понимаю, например, то, что происходит, как надо жить, как надо вести машину, все эти правила, тем, что они есть, я могу быть свободен, потому что я еду в машине, я не в постоянный стресс, откуда кто вылетит ко мне, откуда какой-то лев сейчас на меня прыгнет, потому что вот устрады есть, да, надо быть аккуратным, но у меня есть свобода. Вот эту свободу надо с ней радоваться и так далее. Из-за этого все правила, Яроша Шина, и молитва, и шофар, и читаем Тору, и принимаем изучение Тора, и насколько я могу соблюдать одно или другое, что надо начинать? Надо все соблюдать. Я скажу, я делаю чувак, это не значит, что завтра все идут черные шляпы, кстати, я скажу, сегодня никогда не буду ходить в черные шляпы, но просто для многих это пример, как соблюдающий Иврей должен выглядеть. Нет, не обязательно. Но даже так, я начну с чем-то одном, потому что я понимаю смысл. Из-за этого Оша Шина, это начало все этого, надо быть с большой-большой радостью, может быть, из-за этого используется Оша Шина Рог, который является на самом деле музыкальным инструментом в том числе. Все, я думаю, что у меня это by the way или там PS уже все закончилось. Спасибо большое, хорошая вечерка. Спасибо. Друзья, еще у вас вопросы, вы мне писали? Добрый вечер, все, кто в зале, почему нужно делать короткие и длинные звуки? С чем это связано? Спасибо. Голоса разные, это связано, как плач звучит, это связано с точки зрения каббалы, потому что есть то, что называется суровый суд и мягкий суд. Суровый суд за это должен быть шварим тут, 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 окей? А более легкий суд это тут, 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 вот этот плач или там это уже зайти в такие детали разные уровни плача и так далее. А ткья это то милосердие, которое смягчает все из этого в начале и в конце оно должно быть, потому что смягчает тот суд, который внутри. И так как мы работаем на двух уровнях суда, и это эти два голоса, которые мы используем. А из точки зрения чисто Аллаха есть спор, что Труа в Торре означает. Есть мнение, что Труа из точки зрения Торре это шварим, то есть тут, 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 такие более длинные. А есть те, кто скажет, нет, Труа это именно тут, 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 из-за этого спора мы делаем все варианты, чтобы точно сделать, чтобы не было никакая ошибка из нашей стороны. Ответ или он? Аш? Еще вот слышится вот такое как бы основное звук, а потом эхо, эхо, эхо идет. Это, наверное, тоже показывает как бы ответ. Не знаю. Или просто акустика здания. Дальше, ты здесь, что на улице вряд ли. Делайте именно шофарм. Идет основное обработание. Это уже, это уже акустика, я думаю. Да, ну, красивый, красивый ворот, красивый ворот, Леонид. Хе-хе. Гуд. Вопросы? Нет? Хорошо. Все знают, когда ушешь она. И все, где они его делают. Молодцы. Все, до встречи. Молодцы. Молодцы.